Всем привет! С вами Лилиана и Казахстанская Медиа Академия. Это программа Backstage. Здесь мы рассказываем историю создания музыкальных клипов. И сегодня я расскажу вам о... Теннис – отличный вид спорта. Только где мы можем увидеть сцены с теннисом? Наверное, в клипе Мадина с Адвокасовой под названием «Суиген Журек». Режиссером клипа выступил Рашид Суэлемент. С которым Мадина была очень давно знакома и хотела снять с ним клип. С Мадиной мы знакомы очень много лет. И в какой-то момент вдруг мне Мадина звонит и говорит, «Рашид, все, у меня есть отличная песня». А надо сказать, что мы до этого несколько раз встречались, каждый раз прослушивали ее песни. Я каждый раз говорил, нет, нехит. Она уже говорила, все, плевать, хочу клип и все. Дело в том, что у меня уже почти 7 или 8 лет не было клипов. Мои слушатели хотят клип, давай уже в конце концов что-нибудь снимать. И вот она притаскивает вот эту песню. «Суиген Журек, слушаю, ну, такая попсовая, миленькая песня, нужно что-то на нее снять. Миленькая, попсовая». Она говорит, хорошо, вот только давай так. Все, никаких переносов, никаких. Вот хочу вот на эту песню и все. Песня была выбрана, и Рашиду пришла идея клипа, которая поначалу не была Мадине по душе. Я сутки думал о том, чтобы снять на эту песню. Вот мы вот через сутки встречаемся с Мадиной. И я ей говорю, знаешь, мне пришла в голову идея, нужно снять, знаешь, собачку. Что? Собачку. Никаких собак, никаких кошек. Я главная героиня этого клипа, и я должна быть в центре. Да, пожалуйста, будешь ты в самом центре. Просто дело в том, что это такая миленькая песня, да? Как бы, ну, понимаешь, нам вот эту, так сказать, вот эту милость, нужно ее как-то вот ассоциализировать, да? То есть как-то вот кого-то показать в кадре. И прямо настолько мы друг к другу уперлись, что Мадина говорит, не хочу никаких животных в кадре, я должна быть в кадре. И вот помните, в то время была такая, не знаю, тенденция, что ли, снимать там, знаете, все у нас исполнительницы такие, полуобнаженные такие фигуры свои показывают. Ну, наверное, на Мадину тоже эта тенденция повлияла. Она говорит, у меня есть шикарные платья, я хочу их показать. Вот, а я вот как-то тоже вот уперся и говорю, нет, вот я вижу вот эту картинку, хочу именно эту картинку и все. Или я не буду снимать. Все, значит, постояли, Мадина токнула ножкой и говорит, хорошо, только сперва я хочу эту собаку увидеть. Интересно, каково искать животное, которое будет спокойно сниматься на камеру? Ведь животных всегда сложно снимать. Мы давай по всем этим зоорынкам ходить, искать этих животных и каким-то чудом находим щенка Чао-Чао, белого, альбиноса причем. Ну, вы его видели в клипе, такой маленький медвежонок, такой пушистый. Вот мы его притаскиваем, Мадина его увидела, из рук выпускать не хочет, вся с ним возится, говорит, ты этого щенка видел? Я говорю, ну, примерно этого, да. Ой, ну, конечно, давайте. И вот у нас как-то это все так легко получилось. Очень серьезно также отнеслись и к выбору актера. Ведь режиссер с сильным видением может быть очень привередлив к исполнителям ролей. Герой этого клипа, который снимался, это мой старый друг. Сейчас это президент одной очень крупной компании. Я его в один из дней кастинга, как-то мне не подходил ни тот, ни другой актер, Мадина говорил, что ты такой привередливый, я не так привередлив к мужчинам, как ты. Я говорю, ну, так извини, ты выбираешь мужчина, я выбираю актера. И вот как-то вот встречаю, значит, своего друга, зовут его Шалкар. Слушай, это должен быть ты. Что я, сняться в клипе ты должен? А он такой человек авторитетный, такой с репутацией. Да ты брось, ну что ли? Я говорю, ну, никому попало, извини, могини с адвокатом. А могини с адвокатом, это другое дело. Для такого клипа нужно обязательно выбрать локацию. Милую, яркую и очень уютную. Клип мы снимали в Тау-Спа. Вот. Показал Мадине, Мадина такая. Ну да, ничего, пойдет. На съемочной площадке не обошлось и без смешных моментов. Ведь никогда не знаешь, что случится во время процесса. Знаете, как получилось? Тоже такой интересный момент. Мы привезли дрессировщика, который там пообещал, что он сейчас собаку. Ну, щенок-то маленький, наверное, месяца полтора. Ну, что полуторамесячному щенку можно внушить? Ну, это понятно, что дрессировщик ни черта он не справился с этой задачей. И вот, а вы представляете, да? Мы нажимаем запись, снимаем, щенок ничего не делает. И вот, значит, в какой-то момент оператором-постановщиком был Дмитрий Коробецкий. И, значит, в какой-то момент вдруг раздается такой вопль. Смотрите, смотрите, щенок! А щенок, видимо, уже уставший от всего, все уже от него отвернулись. Вдруг стоите, лапой колотят по кнопке автоответчика. Я так подскакиваю. Дима, Дима! Щенок уже так лапку убрал и отошел. Ну, как так? А Дима так спокойненько. А я спел. Вот такая вот история очень милого клипа. Давайте посмотрим его. На ваших экранах клип Мадина Садвакасовой. Суиген журек. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бэтстейдж рассказывает вам историю создания самых ярких и талантливых видеоклипов нашей страны. С вами была Лилиана и Казахстанская Медиа Академия. Узнавайте и любите казахстанскую музыку. И обязательно создавайте свою. Субтитры создавал DimaTorzok